Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео с автосалона УАЗ Отечественный Автопром А перед просмотром данного видео Хочу порекомендовать вам Неплохое приложение Автолом Которое поспособствует вас Вам выгодно продать Или купить автомобиль А также у ребят вышло Недавно расширение Теперь можно продавать не только автомобили Но и ваши запчасти Если у вас остаются какие-то запчасти Где-то вы ремонтировали автомобиль Какие-то запчасти остались То в принципе через это приложение Без особого труда вы можете попробовать Собственно их продать Ссылочка на ребят под видео в описании Друзья, и огромная просьба Поставить, поддержать это видео лайком И напишите свой комментарий Всем приятного просмотра Друзья, первый автомобиль УАЗ Пикап Стартовая цена 27300 белорусских рублей И в максимальной комплектации 39 060 белорусских рублей Стоимость Можно посмотреть Каких комплектаций Классик 27300 Оптимум 32 940 Престиж 36 660 И максимум 39 060 рублей Давайте его пехло посмотрим Кто помнит У меня было уже видео Именно с этого автосалона Но в принципе Ценник зависит Я понимаю Ну не понимаю А так оно и есть От комплектации Например Можно видеть Что здесь Полный электропакет Кондиционер Или скорее всего Уже климат Неплохая аудиосистема 2.1 Вот он у вас Патриот Пикап Друзья На самом деле Много писали Повторно Потому что Было уже видео С этого автосалона Но писали Чтобы показал В 2019 году Вот он Друзья Впутцев Запаска Можно видеть Рессоры Рама Такая добротная С такого швеллера Друзья Следующий УАЗ Это уже фургон С однорядной кабиной Получается Можно видеть Не все версии Полноприводные Чисто задний привод Будет С однорядной кабиной 26100 Белорусских Рублей Ну В принципе Я думаю Вы Сами все видите С однорядной кабиной 26100 Рублей До 29 1820 Рублей И Двухрядная кабина От 27900 До 31620 Рублей Не все комплектации В полном приводе Двухрядная кабина Вот это вот Двухрядная Что касается Однорядной Стоять на улице Мы потом Подойдем Двухрядная кабина 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 запаска под низом рама так друзья УАЗ Патриот в классическом исполнении начинается комфорт 31 320 302 рубля 31 302 рубля средняя комплектация привилегии 33 090 рубля и стиль 33 618 рубля в принципе друзья тут все традиционно как и в любом патриоте все по сути одно и то же так как что пикап что фургон внутри все максимально схоже только что здесь багажник такого формата ну и вот еще черный точно такую же только комплектация немного другая друзья вот о чем я говорил получается УАЗик с однорядной кабиной фургон получается начинается стоимость за наличку вы покупаете то 26 100 белорусских рублей и заканчивается 29 820 рублей это за наличку ну а если какой-то безналичный расчет там кредит и тому подобное это уже надо более подробно вам узнавать на месте давайте обойдем его вот он однорядная кабина у него можно видеть спереди три места ну здесь можно видеть что комплектация совсем слабенькая нету даже аудиосистемы никакой ну плюс наверное однорядной кабины что кузов у него побольше получается подлиннее поэтому как бы какой-то груз перевести наверное это более актуально запаска у него можно видеть под ним закреплена под низом ну вот что касается друзья вот этой версии это наверное судя по всему полноприводная но это не точно так и есть еще можно видеть вот такой вот фургон жестким кузовом то есть не бортовой скажем так у него ценник начинается приблизительно что-то порядка 28 с половиной тысяч белорусских рублей стартовая цена начинается самое начало что касается этого тут тоже комплектация достаточно простенькая как обычно сегодня сильный ветер в общем я как понимаю жестким вот таким вот фургоном это уже актуально наверное все-таки какие-то продукты там возить автолавка может быть особенно если в труднодоступные какие-то места наверное это будет актуально если полноприводный такой аппарат брать высокий высокий клиренс рамный по сути внедорожник друзья как-то так было уже видео у меня кто помнит отсюда вот именно отсюда было видео сегодня у меня была цель немножко другая я думал поснимать равон можно видеть у меня есть еще на вывеске равон еще не убрали но по сути уже они то ли закрылись то ли переехали это непонятно кто не знал равон это бывший запорожец поэтому именно было интересно мне поснимать равон автомобиль ну не довелось буду узнавать где автосалон равон находится в минске может кто-то друзья знает пишите в комментариях потому что я по карте посмотрел здесь указано что автосалон равон а по сути он раз а он закрыт ну заснял для вас видео с автосалона уаз друзья в общем еще раз хочу вас попросить вам не сложно а мне приятно скажем так поставить под этим видео лайк напишите свой комментарий всем удачи на дорогах до свидания спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»